Ее считают наивной глупышкой, которая вошла не в ту дверь, случайно захотела сесть в президентское кресло и все время пиариться. Но наша героиня настолько умна и проницательна, что никогда и ничего не делает случайно. Всегда знает, чем живет Кремль, ведь выросла на глазах президента. Она знает, что стране нашим людям сейчас нужны яркие эмоции, потому она в Казахстане на самом громком за последние десятилетия судебном процессе. Она всегда в эпицентре событий, берет интервью у сбежавших иноагентов, а мы расскажем, как Ксения Собчак смогла стать такой же знаменитой, как и ее отец, даже пойдя оппозиционным путем. А главное, почему ей все сходит с рук. Ксения родилась в Ленинграде в обеспеченной семье будущего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Мать девочки состояла в должности сенатора и имела историческое образование. Маленькая Ксюша росла в шикарных условиях и ни в чем никогда не нуждалась. Помимо школы с углубленным изучением английского языка, она посещала художественную студию при Эрмитаже и занималась балетом при Мариинском театре. После нескольких лет учебы Собчак перешла учиться в школу при РГПТУ имени Герцена. Ксения росла непослушным ребенком, острым на язык и имеющим на все свою точку зрения. Некоторые высказывания юной леди приводили в шок не только родителей, но и учителей. Собчак-старший не раз признавался, что воспитание единственной дочери им с женой дается очень нелегко. После школы отец советовал Ксении пойти учиться на юриста. Но девушка, как всегда, сделала все по-своему. Ксения поступила на факультет международных отношений Государственного университета в Санкт-Петербурге, а через пару лет переехала в Москву, где продолжила обучение в МГИМО. Здесь она получила степень бакалавра, а затем и магистра по специальности политология. Старт на телевидении для Собчак начался с участия в скандальном проекте «Дом-2», за которым потянулись и другие шоу «Блондинка в шоколаде», «Свобода мысли», «Госдеп», «Собчак живьем», «Док-ток». Кино Ксении удалось сняться в нескольких картинах. «Воры и проститутки», «Самый лучший фильм в роли проститутки» Гитлер Капут, а фильмография журналистки насчитывает около 30 работ, чем далеко не каждая профессиональная актриса в ее возрасте может похвастаться. Кроме того, Собчак известна как автор собственного проекта на Ютьюбе. Осторожно, Собчак. Пробовала себя Ксения и на политическом поприще. Она основала партию «Все свободны», которая, однако, не просуществовала долго. Собчак из-за высокой должности отца в сфере политики имела очень хорошие связи, которые позволили бы ей отыскать теплое местечко. Но Ксения пошла другим, оппозиционным путем. Из-за этого многие двери перед Собчак закрылись, а на девушку началось серьезное давление. Но вскоре Ксения смягчила свою позицию и сумела наладить контакт с властью. Тем более, что настоящие оппозиционеры, вроде Алексея Навального, чьими лозунгами прикрывалась Собчак, никогда не воспринимали ее всерьез. Она знает, как не перегнуть палку и как сделать так, чтобы сыграть и вашим, и нашим. Но об этом через минуту. Ксения Анатольевна даже выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах, потому что якобы не могла больше молчать, и ей надоело видеть одни и те же лица в бюллетенях. Усмехнулся тогда президент России, а пресса смаковала каждую откровенную фотографию юной Ксении Анатольевны, позировавшей в свои еще молодые годы для мужских журналов. Однако на всю страну и далеко за ее пределами Собчак прославилась не политической деятельностью, а многочисленными скандалами. С Катей Гордон, Анастасией Волочковой, Тиной Канделаки, Чулпан, Хаматовой. Но самую громкую огласку получила ДТП с участием журналистки, в результате которого погибли две женщины. Но Ксения оказалась невиновной, а сел за преступление водитель, Олег Цой. Ему дали два года лишения свободы. И несмотря на то, что Собчак отрицала, что имеет паспорт Израиля, Госбезопасность Литвы сообщила, что Ксения Анатольевна находилась в их стране именно как гражданка Израиля. А скрывалась она как подозреваемая по уголовному делу о вымогательстве 11 миллион рублей у главы Ростеха. Но потом вернулась и извинилась. Да и личная жизнь Ксении Собчак не менее насыщенная, чем профессиональная. Ее первой любовью, но безответной, стал сын Михаила Боярского, а ныне депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Юная Ксюша бегала к симпатичному парню, живущему по соседству. Но юноша был влюблен в другую. А вот впервые по-настоящему Собчак влюбилась в 17 и в знак протеста ушла из дома к своему парню. Но роман между двумя влюбленными очень быстро закончился. А вот из-за бизнесмена Вячеслава Лейбмана Ксения поругалась со своей подругой Анастасией Волочковой. Когда юная балерина приехала покорять Москву, Собчак ей помогла, но они стали заклятыми врагами, как раз из-за мужчины. Волочкова увела богатого жениха у Ксении. Собчак всегда была в центре всевозможных любовных интриг. Одно время скандальная журналистка собиралась замуж за бизнесмена Александра Шестеровича, который поставлял уран в Россию. Но за неделю до свадьбы она заявила о разрыве. Хотя платье от Валентина Юдашкина уже ждало красавицу-невесту. Затем встречалась с предпринимателем Умаром Джабраиловым, несмотря на то, что он старше Ксении Анатольевны на 23 года. Потом был Дмитрий Савицкий, генеральный директор «Серебряного дождя», женатый совладелец Евросети Олег Малис, партнер по танцам со звездами Евгении Папунаишвили и оппозиционер Илья Яшин. И так бы и дальше длилась разгульная жизнь Собчак, если бы она не встретила актера и режиссера-постановщика Максима Виторгана. Именно с ним Ксения наконец остепенилась и решила официально выйти замуж. Только тайно. На свадьбу влюбленные позвали только родителей и самых близких друзей. Вскоре после торжества стало известно, что Ксения беременна. У Собчак родился очаровательный малыш, которого назвали Платоном. Но рождение ребенка мало повлияло на молодую маму. Менять свой образ жизни Ксении не собиралась. Брак Виторгана и Собчак с первых же дней трещал по швам. В СМИ поползли слухи, что союз Ксении был основан не по любви, а по расчету. И вскоре эпатажная журналистка дала повод себя скомпрометировать. Ее заподозрили в отношениях с режиссером Константином Богомоловым, который уже собирался уходить от своей супруги Дарьи Мороз, с которой воспитывал дочь. Ситуация настолько накалилась, что нервы у всех участников любовного треугольника в конце концов не выдержали. Виторган и Богомолов при первой же встрече набросились друг на друга, а остановить их смогла лишь личная охрана Собчак. Видео с дракой попало в сеть, и тут же на Ксению палился поток оскорблений. Под давлением общественности некоторое время спустя Собчак призналась, что больше не живет с Виторганом. Свой развод с Максимом Ксения подтвердила на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Во всей этой ситуации Собчак не увидела никакой трагедии. Имущество бывшей супруги делить не стали, а по поводу воспитания сына договорились с мирным путем. Платону в тот момент было только два года. Однако между Виторганом и Собчак до сих пор сохранились дружеские отношения. После развода Ксения больше не скрывала свои привязанности к Богомолову. Влюбленные не стали затягивать со свадьбы и сыграли ее весьма необычным образом. Будущие супруги на церемонию бракосочетания прибыли на катафалке, на котором большими буквами было написано «Пока смерть не разлучит нас». После венчания пара сразу же отправилась в ресторан, где молодоженов уже ждали около 300 гостей. Позже в программе «Ты не поверишь» были показаны некоторые фрагменты со свадьбы. В частности, где сама Собчак в образе монахини танцевала на столе стриптиз. Событие это вызвало широкий общественный резонанс и подняло вновь наболевшие вопросы о нравственности современного поколения. На это Собчак ответила, что стоит сосредоточиться на более глобальных проблемах. Однако свекровь и новоиспеченный свекр покинули торжество, как только Собчак оголилась до нижнего кружевного белья среди танцоров-трансвеститов. Свадьба Собчак настолько стала ярким происшествием, что ее заметили за рубежом. Западноевропейские жители были немного шокированы таким торжеством. А вот протест верующих всколохнул нашу общественность. Даже патриарху Кириллу было направлено прошение, чтобы отлучить Константина Богомолова от церкви. Ведь Ксения Собчак – атеистка, несмотря на деда Равина. В минувшем году журналистка также отметилась в печально известной голой вечеринке Насти Ивлеевой. За свое участие Ксения извинилась. Но все прекрасно поняли, зачем и почему она пиарила это шоу. Ведь стране нужны настоящие, неподдельные эмоции и четкое разделение на своих и чужих. Стоит отметить, что Собчак способна и на благородные поступки. В связи с недавней трагедией в Крокус-Сити, неординарная журналистка перечислила полтора миллиона рублей детям из четырех семей, чьи родители погибли в результате теракта. Собчак также пообещала помочь ребятам при поступлении в ВУЗы и в поиске работы. А сейчас она находится в Казахстане на суде по делу экс-министра, которого подозревают в убийстве супруги. Это резонансное дело намерено освещать и Ксения Анатольевна, только чью сторону она выберет, как вы считаете.